МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех братьев и сестер во Христе Иисусе, шалом, это канал Евангелия в последнее время, и с вами Игорь. Продолжаю находиться в Миннеаполисе. Сегодня второе же служение, прилетел вчера, имел служение в Украинской церкви, благословенное служение. Людей, правда, было немного, но, слава Богу, за те, кто были. Тем более мы знаем, что где двое или трое собираются во имя Господне, то там Господь. И, конечно же, народ Божий собирается вокруг Слова Божьего, чтобы соединиться, соединиться в Господе. И Дух Святой, конечно же, помогает, когда открываются сердца, чтобы познавать Иисус. И особенно в это последнее время, в которое мы живем, когда на наших глазах совершается последняя часть Божьих пророчеств последнего времени. Господь наш в свет, не убоимся никакого зла, во время смутное, темное и мрачное. Но есть Божие обетования и есть Божие милости, мы их помним. Есть Божие действия в нашей жизни, и мы обращаем на них внимание, чтобы и нам не ужасаться, как предупреждал наш Спаситель. Но восклониться и поднять наши головы Господь грядет. Поэтому огромное вам благодарение за то, что вы молите за нас и поддерживаете это служение. Особенно в плане того, что понимаем, что время евангелизации подходит к концу, а значит и благодать заканчивается. Пожалуйста, продолжайте молиться за мою семью, за меня, за служение, и за то, которое, если воля Божия, состоится в субботу и здесь, в городе Миннеаполис. Благослови вас Господь за все. Ну а в этом видео я хотел бы поговорить, я так его и назвал, поговорить о врагах Украины. Ой, если бы это были бы действительно какие-то чужие люди, да. На самом деле это люди изнутри. И самое страшное, что эти люди, которые называют себя христианами. Но на самом деле ими не являющимся. Да, великое переживание, мы переживаем. Вроде весь мир как бы переживает. Хотя, скажем, большинстве мира, они переживают больше за свою, хотел сказать, кое-что, ну скажем, плоть. Они переживают за себя. Потому что знают, что если Россия пройдет Украину, перепашет Украину, то значит Россия перепашет их, потому что Россия пойдет дальше. И вы прекрасно знаете мое отношение, мое понимание. У нас десятки видео и о России, как о стране, из которой ГОГ. Это мое личное понимание. Я продолжаю так понимать, что ГОГ из России. Путин ли это? Или кто-то после него? Ну, потому вот мой ответ, он меня спрашивает, а что ты за него не молишься? Нет побуждения молиться за Гого или за его предшественника. Ну, вот так. Поэтому, кто хочет молиться, пусть молится. И когда мы говорим о России, мы никогда не говорим о простом несчастном русском народе. Ну, о духе империи, потому что Россия наследница Рима, Москва Третий Рим, и действительно после этого никакого другого Рима не будет. Но это не значит, что должна быть страшная, я уже не раз говорил, действительно страшная ненависть и злоба. Вот это желание убиения, я понимаю много горя в Украине. И мы также переживаем и молимся за Украину. И участвуем по мере возможности. И напоминаем о том, что нужно продолжать молиться. Если Бог допустил войну, Бог знает. И причина мы, может быть, не знаем, но Бог знает, почему это произошло. Поэтому оно будет продолжаться. Войны и большая часть войн. Иисус предупреждал, вот последнего времени, оно будет только увеличиваться. Неужели мы не понимаем? Я не хочу никого пугать. Я говорю о том, что это все будет увеличиваться. И мы должны это просто принимать. И закончится Третья мировая, да, ядерная война. Когда, я не знаю. Но мы просто должны спокойно, как бы это страшно ни звучало. Но мы не можем изменить ничего. Кроме того, чтобы продолжать молиться и самим остаться верными. И подойти к этому по Слову Божьему. Молять за погибающие души, которые без Христа. Вот в чем трагедия. Когда люди умирают без Иисуса. Но вот то, что происходит, и особенно в церквях, вот эта ненависть, которую вот дьявол действительно запустил, и многие люди попались на крючок лукавого. А многие, наоборот, открылись или раскрыли свое сердце, кем они являются на самом деле. И это ж не за один день, это ненависть. Это десятки лет в жиловых сердцах. Вот эта ненависть, гордость, плоть. Даже у епископов евангельских, и у них, да, горе в Украине, и плач, и страдания. И Украина защищается. Свет есть свет, тьма и тьма. Здесь не могут быть компромиссом. Мы не влезаем в политику. Я за Бога, за Царствие Небесное. Но если мы видим зло, мы говорим, это зло, Украина защищается. Но это не значит, что должна быть ненависть. А наоборот, тяжело, но Господь учит христиан. Я сейчас говорю о части нашего Христа. Молиться даже из-за врагов и прощать. Но когда появляются такие лукавые деятели, лже-христиане, и раньше мы говорили, волки в овечьей шкуре, а теперь они уже не в овечьей шкуре. Они открылись, кто они есть, настоящие волки. Как вот этот человек. Скажу, как его фамилия. Его фамилия Тиченко. Если я не ошибаюсь, он пастор нового поколения, харизматическая церковь в городе Харьков. Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. Но суть не в том, что они из харизматической церкви. Таковых немало среди баптистов, среди пятидесятников, среди разных-разных конфессий. И они есть настоящие враги Украины. Вот они. И из-за них. Потому что если бы он был бы как бы неверующий человек, то это так. А он называет себя христианином. Хотя он лжец. Никакого отношения к Иисусу не имеет. Может быть на словах. Посмотрите вот сейчас это видео. Две минуты с чем-то. Если бы он действительно любил бы свой народ. Если бы он был бы христианином, то совсем о другом бы молился. Какое бы горе ни было. Но понятно, что это не молитва человека Божьего. Но лжеца и волка. И даже волка. Вот его молитва. Желает разрушения России. Бог это сделает. Но Бог это сделает. Тогда, когда Россия начнет войну против Израиля. Но он желает. Из-за той беды, которую Россия принесла в Украину. А где все же желание о покаянии? Может быть об этом нужно молиться? В первую очередь о покаянии самого Тищенко. Но он не видит. Он думает, что он прав. Благословляет лидеров Европы, которые педофилы, гомосексуалисты, лесбиянки. Да, написано, говорит, надо молиться за начальствующих. А в чем суть молитвы? Вот он не понимает. И многие не понимают. Суть молитвы в том, чтобы они познали Бога. Познали Господа Иисуса Христа. А не в том, чтобы они еще больше, как он говорит, посылали оружие и денег. Вот он просит для Украины. А я молюсь по-другому за Украину. И настоящие украинцы, их слава Богу они есть. Но большинство молится по-настоящему за Украину. Чтобы Бог даровал милости Украин. Чтобы Бог даровал покаяние тем, кто не знает в Украине. Потому что это важнее. Чем даже будет Украина свободной или нет. Свобода на Новохристе. Конечно, хотелось бы, да. Но ведь человек, даже если приобретя все, но умрет без Иисуса, он умрет навсегда. Оружие, денег они захотели. Вместо того, чтобы смирение, послушание и покаяние. Вы скажете, а Украина же, она жертва. Да, Украина жертва. Потому мы хотим и желаем и молимся за Украину. Но также нужно молиться за Россию, за покаяние там. Там тоже люди. И там многие тоже не понимают. Простые люди. Но эти молитвы, они за убиение. Эти молитвы, не Божьи. Желание невыносимой жизни в России. А ведь за такие слова, оно все возвращается в Украину. Помните еще до войны пророчества и лжицы. О том, что Украина будет процветающей. Украина будет первой в Европе. Помните, мы сделаем ее. А пришла война, пришло горе в Украину. А знаете почему? Потому что это высокомерие и гордость, которую нужно сокрушать. Он говорит, страдания в Украине. Великое страдание в Украине. Из-за этого, чтобы в России было то или другое. А что тогда за страдания еврейского народа? Погромы, которые были в Украине. Тем более, слово Божие говорит. Благословляющих, благословлю. Злословящих проклянул. Из-за этого приходит действительно наказание. Там, где были погромы. Там, где был антисемитизм. Там, где мучили евреев. Туда приходит беда. И он этого не понимает. Желание Путина в психиатрической больнице. Здесь, да, вы знаете мое отношение к Путину. Но я скажу о том, что Бог сам решит этот вопрос. Ну, а здесь показано именно сердце таких, как Тищенко. И, к сожалению, большинство. Давайте посмотрим это видео. И пускай каждый из нас сделает выводы. И встанет на сторону Божию. Чтобы научаться у него и просить, как нам молиться в этой страшной беде, которая в Украине. Чтобы милость Божия все же была в Украине. Как бы оно ни сложилось, а мое понимание, что Россия пойдет дальше. Это дело времени. И то, что Россия еще применит страшное оружие в Украине так же. Россия не остановится на этом. Если, конечно, Россия страна ГОГ. Многие молятся, чтобы Россия не стала и не была страной ГОГа. Тогда, может быть, будет немножко по-другому. Может быть. Но если это то время, о котором говорят пророки, и сказал Господь. Нам нужно молиться за покаяние людей, но больше мы ничего не изменим. Будет так, как Господь сказал. И предопределил святой воле своей. Посмотрите это видео и сделайте выводы. Еще раз хочу сказать. Таковых пасторов или лжепасторов, уже открытых волков, очень много. Не только в Украине. Вот здесь, в Америке так же. И в разных других местах. Но и за них мы молимся. Может быть, они тоже покаятятся. Дай Бог. Благослови Господь. Оставляйте свои комментарии. Хотите отписаться из канала? Отписывайтесь. Благослови вас Господь. Это Евангелие в последнее время. И с вами Игорь. Шалом. И самое последнее. Я уже хотел переключать, чтобы вы посмотрели это видео. Я сейчас переключу. И самое последнее. Я вспомнил. Это важно. Вместо того, что призывает к покаянию. Вот он говорит, что украинец. Наоборот. Призывает к покаянию свое правительство. Которое безбожное. К сожалению. Это тоже часть. Часть беды. Горя. Которое пришло в Украину. Это из-за того, что президент Зеленский безбожник. И окружение у него безбожное. Хоть там есть и пастора. Как бы в совете говорят. И баптистки есть. Там главные. Так говорят. Я не знаю. И другие. Мне сказали. А может быть они призывали Зеленского к покаянию. Они должны это сделать публично. Потому что Зеленский он публично хулил имя Господне. И Зеленский не кается. Хотя вроде изменения некоторые есть. Поэтому продолжаем за него молиться. И желаем ему покаяния. Вот об этом нужно говорить. Оставьте. Говорят. Ну я понимаю. Что важно сейчас для Украины. Что будет там с Путином. Да все равно что с ним будет. Если он тот кто он есть. Мы увидим сами. Если доживем. Как Бог накажет. Что Бог сделает. Когда они сунутся. Когда Бог сунется на Израиль. Это будет все. Крах полностью. Потому что Бог сказал. Касающиеся их. Именно Израиля. Не церкви. Я хочу отметить. Хоть церковь имеет намного больше благословений. И церкви обещано небесное правление. А Израиль временно. Здесь земное. Тысяча лет. После того как Израиль познает Иисуса. И Новый Завет. Который обещан именно для народа Израиля. В 31 главе. Иеремия ясно говорит. Израиль. Придут дни. И заключил Новый Завет. С Домом Израиля. И Домом Иудрии. То есть как Новый Завет. Как для нации. Для Израиля. Только. Мы наследники Нового Завета. Независимо какой национальности. И мы одно во Христе. Как церковь. И евреи не евреи. Кто уверовали в Иисуса Христа. Искупленный. И в Иисусе нет национальности. Конечно. Но в плане Нового Завета. То что Бог обещал. По причине того. Что евреи отвергли Господа Иисуса Христа. То есть Новый Завет не был ратифицирован. Но когда евреи покаются. Новый Завет будет ратифицирован. Я понимаю. Что многие не хотят даже об этом думать. По причине того. Что они очень любят евреев. Есть и очень много таких в церквях. Но это так. Это так вижу. И так понимаю. Пророчество. И так как мне Господь Духом Святым открыл. Оно будет так. Но я просто что хочу сказать. Что хоть у Израиля временное благословение. А у Церкви вечное. Небесное правление. Но тот кто касается Израиля. Касается Зинницы Ока Божьего. Божьего. Какой бы Израиль не был. Он пал. Сам Бог. И только Бог имеет право судить свой народ. И Бог страшно его будет судить. Да. Это так. И надо. Бог приведет и врагов Израиля. Бог сделает все. Что нужно. Для того. Чтобы Слово Божие исполнилось. И оно исполнится. Но. Еще суть в том. Что лидер это Украина евреи. Сам Путин имеет еврейскую кровь. Мама. Это у него еврейка. Насколько мне известно. И там евреи. И там евреи. Вы понимаете. Вот. Для антисемитов. Проблема будет. Скажут. Ну вот. Зеленский то еврей. Из-за этого все проблемы у нас. Что в принципе и говорят сейчас. Ну это люди антисемиты. Бог и с ними разберется. Но то что Зеленский к сожалению безбожник. На сегодняшний день. Это факт. Но из-за него нужно молиться. Но я сказал что еще беда. И страшная беда. Что дьявол вот. Пустил свой яд. Он ужалил. Ну. Я думаю он ужалил давно. А сейчас яд стал проявляться. В некоторых. Так называемых. И пасторах. И паскопах. И просто членов церкви. В ненависти. Которая сегодня в церквях. И это приведет к тому. Что как написано. Уже предавать стали. Уже предают. Но с другой стороны. Бог любит людей. Бог любит свою церковь. И Бог допустит и гонения. Которые придут на церковь. И здесь. В Америке. Это немножко охладит. Пыл. Тех. Которые может быть. По ошибке увлеклись. Или просто не знает. Как вот думало. Немножко вспомнили. О своей национальной плоти. Как-то. Возгорелись. Национальной. В национальной принадлежности. Их похладит. И они успокоятся. И Бог и через это спасет. И даже примерит. Когда. Пойдут гонения. А враг. Господень. Дьявол. Ему. Это же и надо то. Что сегодня происходит. В церкви. Которые. Вот. Ненависти между людьми просто. А враг. Он не будет смотреть. Украинец. Это евреи. Русские. Если видишь. Что есть какая-то опасность. Хоть немножко еще осталось. Во Христе. У кого-то. Даже если те. Которые больше увлеклись. На сегодня. Национальной принадлежностью. Все равно. Дьявол. Постарается погубить. Потому что. Там где есть опасность. Дьявол. Он будет рушить. Уничтожать. То же самое. Мы это видели. Раньше. В истории. Особенно связанно. С еврейским народом. Даже когда евреи служили. Дьяволу. И к сожалению. Тоже много. Дьяволу все равно. Нужно уничтожать. Этот народ. Чтобы. Не дай бог. А вдруг еще покаяться. Поэтому. Еврей. Не может остаться живых. Для дьявола. Это так. То же самое. Если есть немножко христианского. Я уже так говорю. Ну не может быть. 65 на 35. Или христианин. Или нет. Но я же говорю. Если есть. Какая-то возможность. Дьявол видит. Что он может стать христианином. Или покаяться. Дьявол будет уничтожать. То есть. До последнего. Поэтому. Они не придут еще. Для того. Чтобы все же. Примирить. Народ божий. Примирить. Эти национальности. Земные. Чтобы жили. Национальностью небесной. Как граждане. Неба. Я думаю. Что это очень. Очень. Скоро. Будет. Не будем забывать. О грехе. Мы должны быть. Безжалостны. К греху. Потому что у греха нету милосердия. Грех. Наказание. Смерть. То есть. Грех. Всегда. Грех. Никогда никого не пожалеет. Никогда. Не жалел. Не жалеет. И не будет жалеть. Грех. Приносит смерть. Поэтому мы должны быть безжалостны. К греху. Но в любом случае. Давайте посмотрим это видео. Думаю. Что я закончил. Хотя еще. Много хотел что сказать. Немножко на эмоциях. Просто тоже переживаешь. И. Общаясь. У меня немало друзей. Украинцев. Которые понимают ситуацию. Ну. Просто я вижу. Что многих увлекает. И они. И даже те которые. Еще как-то размышляют. Вот. Вот этот зов. Национальной крови. Превышает. Зов. Царства Небесного. Принадлежность к Иисусу Христу. И конечно. Из-за этого я тоже. Переживаю. Помоги Господь. Всем любящим Господа. Независимости от национальности. Остаться верными. Только Господу Бога. Иисусу Христу. И конечно. Продолжая молиться. За Украину. То помощи. Господи Божие. Израиль. Украин. И да скажет. Народ Божий. Аминь. Как защитить нашу страну. От этих оккупантов. Как сделать. Чтобы Россия. В том виде. В котором она есть. Она разрушилась. На части. Во имя Иисуса Христа. Мы молимся. И просим Тебя. Боже. Во имя Иисуса Христа. Благослови всех. Руководителей. Европейских стран. Благослови. Господь. Президента. Байдена. Пусть их сердца. Будут расположены. К нам. Пусть нескончаемым потоком. К нам идет оружие. Пусть идет. Господь. Деньги. Которые нужны. Для нашей страны. Пусть идет. Другая поддержка. Боже. Пусть с каждым днем. В отношением. По отношению к России. Включаются. Внутри. Санкции. Пусть через эти санкции. Жизнь. В России. Станет невыносимой. И пусть все. Россияне. Увидят своего. Настоящего. Врага. Сумасшедшего. Путина. И определят его. Психиатрическую. Лечебницу. До конца дней. Во имя. Иисуса Христа. Благослови, Господь, чтобы это исполнилось. Мы молимся и просим Тебя во имя Иисуса Христа. Мы молимся и просим, Боже, сделай это. Пусть Путин будет лежать на психушке до конца своих дней. Во имя Иисуса пусть ему колят голопередол. Во имя Иисуса Христа, Боже, благослови, чтобы это все исполнилось во имя Иисуса. Мы молимся и просим Тебя, Боже, благослови, чтобы за мучения, за страдания нашего народа нам было отдано Краснодарский край, Сочи и Белгород во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! И это то, о чем нам нужно молиться, как сказал Господь, прежде всего за начальствующих. Поэтому каждый день благословляй тех, кто у власти, молись за тех, кто у власти, и мы с вами увидим великие благословения на этой земле. Аминь.